Ай-бью-бью-бью! 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 Хэй-эй! Бью-бью! Ай-бью-бью-бью! Ай-бью-бью-бью! Хэй-эй! Бью-бью! Москва. Зима. Молодого человека из Подольска задерживает полиция. Он не знает почему, но уже готовится к худшему. Однако парень внезапно обнаруживает, что ни один сотрудник не желает ему ничего плохого. Человеку из Подольска предстоит беседа с настоящими интеллектуалами, которым откуда-то все про него известно. Так начинается комедия «Человек из Подольска» по пьесе Дмитрия Данилова, премьера которой состоится 29 июня в Камчатском театре драмы и комедии. Текст был написан в 2016 году и за достаточно короткое время его поставили во всех уголках страны и за ее пределами. Причина – это одно из лучших современных русскоязычных произведений, которые предлагают совершенно иной уровень абсурда. Постановкой финальной премьеры 91-го театрального сезона занялся главный режиссер Георгий Сурков. Вместе с ним над «Человеком из Подольска» трудится группа соавторов – художник-постановщик Надя Скомарухова, художник по свету Василий Филипчук и саунд-дизайнер Оля Крикова. Как и нам, так и многим другим постановщикам, кажется, что этот материал крайне важен. И его наличие в репертуаре театра просто как бы необходимо, потому что он оздоравливающий. Мне кажется, это тот материал, в котором основная задача даже не моя, как режиссера, не показать свои профессиональные возможности. А моя задача – да не просто дать возможность этому материалу прозвучать. Георгий Сурков отметил, что пьеса позволяет зрителю взглянуть совершенно по-другому на свою жизнь и пересмотреть отношения к тому, что его окружает. Текст заставляет задуматься о тех вещах, на которые люди давно не обращают внимания, застряв в своем замкнутом мире. Для того, чтобы оздоровить главного героя пьесы, полиция говорит с ним о родных местах, Амстердаме и музыке – все, чтобы перевернуть скучный и серый мир человека из Подольска. То, что происходит там, в этой истории, это невозможно. Человек попадает в полицейский участок, в котором полиция его не арестовывает не за реальные нарушения законодательства, а задерживает его за то, и, собственно, проводит с ним такую воспитательную работу за то, что он не так относится, неправильно относится к себе, к своей жизни, к окружающему себя, городу, людям и так далее. Человек из Подольска – пьеса о том, что люди концентрируют свое внимание на чем-то плохом, а к хорошему очень быстро привыкают и уже стараются не замечать. Образ главного героя безошибочно попадает в нерв общества. По словам режиссера, мы все – человек из Подольска, и главная задача – научиться не быть им. Чтобы постановка воспринималась должным образом, необходимо грамотно продумать визуальное оформление, и это стало одним из самых сложных аспектов при создании спектакля. Действия происходят в полицейском участке, и в такой локации нужно было найти что-то теплое. Самое сложное было создать визуальный образ спектакля, потому что эта пьеса действительно шла уже во многих театрах, и еще будет идти. И многие спектакли мы видели с командой, и не буду скрывать, я уже один раз работал над этой пьесой. И вот самое сложное было как раз отказаться от всего того увиденного опыта и собственного опыта, и попытаться посмотреть на эту пьесу свежим взглядом и рассказать ту историю, которую хочется нам. Главную роль в спектакле исполняет Владимир Заварзин. По его словам, пьеса предлагает совершенно новый взгляд на абсурд, который не снился ни Кавке, ни Набокову. Это одна из лучших современных пьес вообще, и это какой-то новый виток развития абсурда в принципе. Ничего подобного нет. Его, конечно, сравнивают там и с процессом, ну и с Кавкой, и с Набоковым приглашением на казнь и все прочее, но здесь какая-то оригинальность чувствуется в подходе. Та часть персонажей, которая оказывает давление на героя, на главного, они ничего плохого ему не хотят. Они говорят очень правильные вещи, но они добиваются того, чтобы он правильно поступал и правильно мыслил, правильно жил с помощью насилия. Вот здесь идет такой перевертыш подмена. В этом, наверное, новизна. Создать образ человека, который живет в своем мире, его не так уж сложно, потому что это, ну, все мы. У всех свой мир есть, в который люди прячутся от своих проблем, не признают эти проблемы, не решают их, отодвигают на задний план. Поэтому это есть в каждом. Эпизодическую роль человека из Матич в спектакле исполняет Виталий Шахматов. Он уже не впервые работает с культовым текстом Дмитрия Данилова. Театр драмы и комедии проводил четко пьесы в 2019 году, и артисту тогда досталось ту же амплуа. Роль небольшая, человек из Матич, пьеса. Пьеса, я думаю, пьеса, я думаю о том-то, что о каком-то таком внутреннем вопросе, которого возникает, либо должен возникать у каждого человека, который живет эту жизнь, проживает, пьеса на самом деле живая, написана интересно. Виталий Шахматов отметил, что хоть текст пьесы и просто понятен человеку любого возраста, с другой стороны он затрагивает очень глубокие темы и задает множество вопросов. Основной, почему люди не замечают какие-то мелочи, тогда как жизнь из них и состоит. Я когда учился в театральном, мой мастер сказал, что хороший спектакль – это три составляющие. Это где на спектакле можно посмеяться, попереживать и поплакать. Я думаю, что в данном спектакле все эти три составляющие присутствуют. Поэтому смотреть можно и рекомендую посидеть в наш театр и посмотреть данный спектакль. У нас тут случай такой интересный, такой прекрасный человек, редактор, историк, очень интересный. Историк. Режиссер Георгий Сурков рекомендует зрителям сначала посмотреть спектакль, многотемный, увлекательный, со множеством шуток и курьезов, а затем самостоятельно прочитать пьесу. Возможно, она откроется совершенно с другой стороны. В любом случае, Камчатским театралам под конец сезона выпал шанс увидеть постановку одного из самых культовых, смешных и поучительных текстов на русском языке за последние годы.